Сначала второго дня, мы сейчас на территории Турчийского комплекса для отдыха Серебряный рай. Это большая благоустроенная территория с искусственно зарыбленными прудами и вольерами из животными. Все выполнено из дерева в традиционном карпатском стиле. Еще на территории есть такие вот морды. Три клыкатые. Второй день нашего похода. Сегодня у нас походный вариант. И мы идем на скалу Молочный камень на Карфовый мост. Конечно, попитаемся их мельтись. Сейчас мы набрали немного высоты. И идем под буковым навесом. Здесь такие буки высотой 20-30 метров. И в тени буковых крон мы должны дойти сейчас скоро до первой достоприметательности, до скалы Молочный камень. Дошли мы почти до вершины уже сегодняшнего маршрута. И слева от нашей дороги потянулись известняковые скалы горной гряды под названием Гребень. Которые тянутся вот туда вот на расстоянии несколько десятков километров. Сейчас еще раз посмотрим на буковый шатер. Так вот тут на эту скалу Конечно, подъемчик тут Фича тот Прямо природные ручки. Сейчас вы посмотрите на этот подъем. С видом от первого лица. Вот, все, наконец-то вершина. Сейчас мы находимся на вершине одинокой скалы. И вот мы видим, какой шатер палаточный, буковых лесов над нами. Мы сейчас на высоте где-то 40-70 метров над буковыми лесами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот тем временем мы спустились с этой скалы. Мы вышли на маркированный туристический путь. Сейчас можно просто отдохнуть и послушать звуки природы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще недолго, еще метров 500 осталось в карантисах. Вон мой, 500. Есть маркировка маршрута. Вот все эти места очень богатые на генеральные источники, которые местные жители называют Буркут. Это все общее название. Они встречаются, наверное, свалявы. Ого, и нам снова карабкаться надо по таких вот Весах с хорошими лианами, плещами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь поднимаемся на гору в Молочный Камень, в котором расположена сама пещера, чтобы найти тропинку к Карстовому мосту. Однако толком разглядеть более-менее накатанную тропу так и не удалось. Повсюду поваленные деревья, да и ранняя весна, ее еще не накатали. К тому же после падения я счесал ногу, а впереди ехать еще более 300 км. Решили, что заедем туда завтра уже на велосипедах, объехав через село Малая Уголька. Так что видео второго дня на этом буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. До встречи на канале. Субтитры создавал DimaTorzok